Сегодня вторник, 2 апреля. Мы сидим у нас в комплексе на бассейне. И сегодня я хочу вам рассказать про драг-тест. Это тест на наличие наркотиков в крови, ну или каких-то там остатков от наркотиков. Такие тесты в Америке делают, не знаю, может еще в каких-то странах, но я расскажу про Америку. Такие тесты в Америке делают перед устройством на работу. Но это не обязательно, это не каждая компания делает. Но если компания хочет, потому что это стоит денег, если компания хочет проверить своих работников, то перед устройством работнику предлагают пройти драг-тест. Кто подписан на меня в инстаграме, те уже знают, что я получил новую работу. И буквально неделю назад, перед тем, как меня уже пригласили на работу, но меня попросили пройти этот драг-тест. И вот поэтому я сейчас расскажу, как это было. Прислали мне, ну сначала мне по имейлу сказали, что так и так, при устройстве на эту работу тебе придется пройти драг-тест. Типа, если это как бы нормально для тебя. Ну так как я не употребляю никаких наркотиков, поэтому для меня это без проблем, я согласился. Мне прислали по Федексу почтой набор. Там письмо, в какую поликлинику мне надо прийти, сдавать. И адрес поликлиники, и там какие-то там наборчики, там кукулечки, кусок фольги. Ну в общем, что мне надо было? Мне надо было просто прийти в поликлинику. Потом, я не знаю, сколько есть разных образов сдавать драг-тест. Но тот драг-тест, что я сдавал, им надо были мои волосы. Но так как я вот практически лысый на голове, мне пришлось давать волосы с моих ног. Вот, 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 можете посмотреть, это уже обросло, но это меня так побрили немножко на драг-тест. Вот, прикольно было. Что было, как я пришел в поликлинику? Я пришел после работы, потому что я еще работал на этой работе в Лейкленде. Пришел в поликлинику с этой бумажкой, и говорю, что вот мне надо пройти драг-тест. Я им дал этот пакет документов, они записали, ну, они мне дали анкету, там, небольшую, там, имя, фамилия, social security номер. Я заполнил анкету, отдал им обратно. Меня буквально минут через 5-10 позвали. Ну, сначала определили, откуда будем брать образцы волос. Так как на голове нету, на груди нету. Ну, на груди есть, но маленькие. Не выросли, вот. Решили брать с ног. Побрели меня немножко. Дальше медсестра там уже сама разобралась. Что делать с волосами, как их упаковать. И вместе с этой посылкой, что у меня была, там уже был оплаченный ваучер на, по-моему, FedEx, чтобы оправить волосы в лабораторию. То есть система работает так, что компания, которая этим занимается, компания, которая нанимает меня, платит деньги компании, которая этим занимается. Та компания, которая этим занимается, присылает мне этот пакет, говорит, в какую клинику мне обратиться. Оплачивает обратное письмо в лабораторию, куда должны идти эти волосы на анализы. Так что в той поликлинике, куда я ходил, там просто взяли образец. Ну, как бы, постригли меня. Я за это не платил. Это уже оплачено моей компанией. Тогда еще будущий, сейчас уже... Как сказать? Нынешний. Нынешний, да. Вот. Ну, в общем, это все. Лично мне результата никакого не сказали там. Но так как я работаю, значит все нормально. Почему должна быть ненормальной? Вот. Ну, это, наверное, все, что я хотел рассказать сегодня. Наверное, сейчас будет много вопросов насчет новой работы. Так что я в двух словах скажу. Я продолжаю работать как Software QA Engineer. Только я направляюсь в сторону Test Automation, а не Manual Testing. То есть я автоматизирую процессы тестирования. И на этой компании я уже... Меня наняли как Senior Test Automation Engineer. Какие здесь летают? В общем, я сегодня был второй день на новой работе. очень нравится. А, еще главное. Работа находится в городе Clearwater, но практически через дорогу от города Сент-Пит. То есть вот дорога, к которому прилегает здание нашей работы. Эта дорога разделяет Clearwater и Сент-Пит. Ну и эти два города находятся в Tampa Bay Metropolitan Area. В какой-то второй или третий по величине Metropolitan Area в Флориде. Апартаменты, которые вы смотрели... Кто не смотрел, вот там у нас на канале мы записали 7 разных апартаментов, в которые мы ходили, искали жилье там, в той аэрии в Сент-Пите, в Clearwater. Ни один из тех апартаментов мы себе не взяли. Мы нашли другой апартамент, в котором мы будем жить. О нем потом еще снимем видео. Мы еще не переехали, мы пока еще в Лайкленде. До конца этой недели переедем. Но я уже там работаю. И доехать на работу у меня примерно сейчас занимает час. Ну в общем все. А то я уже много наговорил. Суть видео была про драг-тест. Что такое драг-тест, я рассказал. Рассказал, как он делается. Но опять же, это не единственный, наверное, способ. Это первый мой драг-тест. На прошлую работу, как я устраивался, когда я устраивался, меня не просили делать драг-тест. Так что, это только один пример, который я могу рассказать. Который я знаю со своего опыта. Так что, все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пишите много комментариев. Спрашивайте вопросы. Если мне понравятся, я даже на них, может, и отвечу. Вот. Ладно, все. Давайте, пока.